У меня зовут Анна, и на самом деле, правильно, вы сказали, что меня уже засылали. У него прозвища, который я тогда называю Таняна. И я, на самом деле, был 12 лет, и думал по-русски, являюсь, считается, вообще человеком. Мне очень нравится знакомство в доме, в нем, и я постоянно получил. Буквально на этой неделе я привела время, где проходила курс с большими квалификациями, преподавателей, и часть нашей работы заключалась практически в практической занятии. Мы давали государственные занятия для иммигрантов, и, на самом деле, для меня это была новая жизнь, и очень много за этот месяц, когда очень много мучилось, потому что там были люди из разных стран, в разных национальности. Там были и черные крымлячатниканцы, и желтые китайцы, и арабы, и пакистанцы. Люди все очень из разных культур, и я очень думаю, что это началось. К примеру, я узнала, что в Африке ни в коем случае нельзя, когда ты говоришь человеку, смотреть ему в глаза. Это призыв нет. Или, допустим, когда в Африке с нами вы пойдете в гости, вы должны пить со своим горячим чаем. Тем самым вы желаете счастья этому дому. На самом деле для меня это было очень интересно. Мало того, я посмотрела на этих людей с новыми точками, потому что они приехали в Италию, не работают ни языкам, очень много семей находятся в одной стороне, они находятся в одной стороне, и тем не менее, мне очень интересно зачеркнуть язык, культуру. Как правило, эта культура сильно отличается от того, которое мы приняли. И внутри себя я почувствовала себя тоже немного богаче, пыль по мне. И надо сказать, по окончательству курса я чувствовала себя даже немного счастливее. Когда я изучала человека в Италии, это было 12 лет назад, и я приехала в РИ, вся группа была из иностранцев, естественно, все иностранцы, кроме меня, с первого дня служились. Они разговаривали между собой в итальянском с культура сельского. Я, страдая синдромом отличницы, считала, что сначала надо получить 200 лет с лицом, потом начали говорить, и только в третью очередь подойти и договориться ни к какому-нибудь человеку. Мало того, я знала немножко на песню, но почему-то я боялась с ним разговаривать, я считала, не знаю, что я думала, на самом деле я смотрела на себя из-под ноги и молчала, как партизан, как будто во время этого страшного сутка. Так было практически каждый день. У меня было кофе с кофе-машинкой, потому что кофе-машин достаточно было бросить панику, и я вдруг просто не разговаривала. Я приходила молчи в школу, и также молчи за меня уходила. На выходной я сидела дома, потому что у меня время было друзей, и Рима оказалась очень страшным, красивым городом, и схожей божественностью. И я всегда мечтала о своём продвижении с камерой ТВД. На самом деле, даже не понимала, очень многие инфраструкции выгорели, что увидеть Рим и уверить. Многие желания там остаться жить, всю жизнь, я же мечтала вернуться домой в свою родную коморку. И, скажем так, борьбу, наверное, продолжалось долго, если бы в один кипец момент я не боролась в компанию, где, вряд ли, вариация, и так как они не могут сидеть молча, они спросили ааа, 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 и начали задавать вопросы сначала, откуда ты, как тебя зовут, где ты учишь, где ты достаточно простой. Через те часа в той же момент я уже рассказывала этим людям о том, что я мечтала достигнуть репийской чемпионкой, что в Калининграде, когда я занималась судьба в детстве, я стояла рекорд, с вами пришли с этим вопросом, что меня мама родилась в борту, инженера, а мама закончила институт красным дипломом. Причем, надо было сказать, что это достаточно сложно объяснить, что дали, коллеги красных диплом отсутствуют. это, наверное, вообще привести на тот резин, на котором был человек. И в тот момент, в тот момент у меня появилась в другом друга, который мне потом впоследствии познакомил с ним, но я сам любит, что это прекрасный город. Мало того, я всегда говорю среди своих знакомых и близких, говорю, что если вдруг в один прекрасный день я стану богатым, я обязательно переехаю. но прекрасный город для того, чтобы жить, очень тяжело работать. Мало того, для меня мир в тот день перевернулся. В опять-таки я поняла, что говорить это несложно. Во-вторых, мне важно знать песенку иностранных языков, чтобы сказать «чао». И с тех пор кофе я заказывала уже в тот бар, разговаривала с продавцами, со студентами своей группы. У меня появилось много друзей, но много не получилось. Я не думаю, что я в Кременграде научилась на самом деле, потому что не столько. в город. Я, когда летом я училась немножко пенсию, как говорится. Потом я расстегала Наталина Парина. Меня научили готовить в пастыре. Итальянка, которой я жила, поделилась со мной с рецептом своего телевизора. Я научилась торговаться. Я, по роду, ну, у меня было просто на работе. И надо сказать, что у меня была честь лично общаться с Джорджем Армальдом, а в городе Джорджем помогал мне мучить насыпать. И надо сказать, этот раз куда я пришел для меня был целый прекрасный период моей жизнью. И для меня это была абсолютно новая жизнь. почему я это рассказываю? Потому что я считаю, что общение это то, которое дам каждому из нас. Мы все общаемся. Но почему-то не каждый из вас об этом знает. Кто-то стесняется, не знаю, боится, может быть. Кто-то считает, что его мир это только то, что его вокруг окружает. И ему не требуется общение. А третье, и таких я тоже встречала достаточно много. Которые скрывают свой математический статумат и не позволяют им выучить настоятельство. Но, ребята, если вы выучили русский язык, который для меня, я считаю, что это как китайский. Я думаю, что любой иностранный язык вы можете выучить тоже вполне свободно. Мало того, я могу сказать, что я когда училась перенимирать, я тоже училась на класс. Что еще хотела сказать? То, что общение, особенно общение с иностранцами, я 12 лет работаю, общаясь с иностранцами, 10 лет уже работают с иностранцами. Это очень интересно. Тем более, сегодня наша глобализация земного шара дает вам огромные возможности. Мы почему-то все ограничены только интернет-общением, социальными сетями. На самом деле, я считаю, что в нашем искусстве для нас, поддержанного мальчика, можно сказать, что это огромная возможность. Мы, на самом деле, на каких-либо часах стоят китайцы. За каких-либо часах идет от Рима. И очень многие иностранцы уже приезжают к нам. И я считаю, что на Университете уже есть, но нам надо делать еще больше различных совместных проектов с иностранцами. В каких-то формальных и неформальных встреч тоже. Мне кажется, что было бы даже очень интересно, если бы это были какие-то встречи, где даже не в таком формате, а в более скромном формате, например, люди могли бы просто прийти пообщаться, поделиться идеями. Но стоит вспоминать, что Европа идет на шаг вперед, и нам есть много что от них получить. Поэтому я считаю, особенный приемлем может быть совместным и надо сказать, что по многих случаях это меняет жизнь в короб. И, как правило, в лучшем. приемлем не не на инвестиции, смотреть на инвестиции как на друзей, а на правильных врагов. Смотреть на них как на людей, которые приезжают к нам со своими идеями, со своими инвестициями. Я считаю, что мне должна относиться к этому равнодушным. После этого я услышала одну фразу, которая мне очень понравилась. Человек сказал, что каждый раз, когда вы учите иностранный язык, проживаете много жизни. Родукайте, сколько жизни хотели бы вы нашли. Бежили одну? Спасибо.